Гость нашей студии, солист группы «Русский характер» Юрий Кононов. Юрий, добрый день! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в студию. Юрий, ваш знаменитый хит «Русский характер» Давайте начнём с него. Скажите, как вообще люди воспринимают эту песню? Почему? Я спрашиваю. Потому что сейчас, в это непростое время, общество разделилось. И мы видим, что одни придерживаются одних взглядов, другие – других. Одни бегут, другие остаются, одни патриоты, другие патриоты чего-то другого. И говорят, вот сейчас в музыке пришло время навязанного какого-то оголтелого патриотизма. И вот ваша песня «Русский характер» уж патриотичнее, по-моему, и представить себе нельзя. Меня интересует, как люди реагируют в зале, в разных залах, где вы выступали. Расскажите. Ну, во-первых, я хочу, в первую очередь, поблагодарить вас за приглашение. Мне очень приятно. Я давно хотел с вами пообщаться и в этой студии, и со зрителем вашим. Я думаю, что сейчас наступило уже такое время, когда это можно делать открыто, искренне, откровенно. А то, что касается песни «Русский характер», я считаю, что это тот бриллиант в моем репертуаре. Поскольку я скажу, что есть артисты, которые выходят, чтобы любить себя, а есть артисты, которые демонстрируют себя. Поэтому я, конечно же, второе. Я выхожу, точнее, первое, я первое. И я считаю, что артист должен любить. А от этого уже и репертуар появляется соответствующий. И он должен появиться в свое время. А то, что касается патриотизма, заставить человека быть патриотом невозможно. Мы можем просто запустить некую информацию в воздух, а люди уже принимают решения. Потому что разные слои общества, люди по-разному воспитаны. Мы преподаватели этих чувств, артисты. И поэтому появляются такие песни. Говорят, что нет поэтов и композиторов, которые пишут такие песни. Просто нет исполнителей, которые поют такие песни. Вот и все. Поэтому хочется, чтобы сейчас появлялись революционеры, какие-то исполнители, которые вне канона, вне образов чего-то, вот такие, без прикрас, вот такие, какие они и есть, выходили к публике и искренне пели им песни, которые, может быть, выглядели как семейное пособие для воспитания молодого поколения, что ли. Но, собственно, то, что делает ваш фонд. Он пропагандирует русский язык в России и за рубежом. И у меня даже есть, когда появлялась песня «Русский характер», мы работали с поэтом, с композитором, я даже некую фразу поменял. Там есть фраза «Встает русский мир». Это была абсолютно моя идея, потому что я был очень благодарен Вячеславу Алексеевичу Никонову за приглашение на юбилейный большой концерт в Кремлевском дворце, где я пел как раз эту песню, презентовал, так скажем, в зале был автор «Русского характера». И я настолько впечатлен был этой песней, что я назвал группу «Русский характер». И для меня это я «Русский характер». А что такое «Русский характер»? Это отражение души русского человека. Ведь здесь можно петь о судьбах людей, о героях России, о людях, которые спасают жизни и так далее, и так далее. Все приближающие темы поднимают. Юрий Кононов и группа «Русский характер» – это здорово. Это по-настоящему. Юрий Кононов, мой давний товарищ, и группа с названием «Русский характер» просто обречены на успех. Я хочу пожелать группе «Русский характер», которую руководит талантливый артист Юрий Кононов, успехов. Юрий Кононов и группа «Русский характер». Это честно, это надежно. Поэтому родился такой коллектив под названием «Русский характер». Юрий, я предлагаю прямо сейчас посмотреть фрагмент песни «Русский характер». Именно где поёт русский мир, встаёт. Да, для того, чтобы, во-первых, наши телезрители могли поближе познакомиться с вашим творчеством, а во-вторых, понять вообще у них как с русским характером. Давайте посмотрим. Древняя Русь будоражит умы, Славное было, великое будет, Там, где сплетаются судьбы, Встаёт русский мир. Русский характер знает весь мир. Русский характер – это не мир. Русский характер – это не мир. Русский характер вечно готов Биться за правду и за любовь. И сегодня у нас в гостях Юрий Кононов, солист группы «Русский характер». Юрий, вы были, по-моему, во всех горячих точках, которые пришлись на вашу творческую активную деятельность. Это и Сирия, это Донецк, Луганск. И опять-таки везде наверняка вы исполняли песню «Русский характер». Как там жители, ребята, которые воюют, которые защищают, как реагировали, что говорили, что вы видели? Это очень важно. Я попрошу вас остановиться, наверное, более подробно на Донецке и Луганске, потому что сейчас это очень важно. Я не могу не вспомнить свои первые гастроли в 2001 году. Это была Вторая Чеченская война, такая самая, такая, острая, сложная, менялись времена, новый президент, все по-другому. Я помню эти поездки, ведь мы же, как бы сказать, только начинали, тогда я работал в дуэтном составе, дуэт 2 Юрия. Мы на своей спине таскали колонки, до Северной Осетии летели, потом на вертушках, вот как сейчас показывают, понад полями, понад посадками, на вертолетах, 40 минут до Ханкалы. Я помню деревянный такой поселочек, Ханкала, все, оттуда Моздок, Ханкала, и потом переезд 9 километров на БТРах по Паханому полю. Едешь, дом стоит, а за угол завернул БТР, мы в БТРах все сидели. БТР, а там стены нет, и ты, ну, поскольку были молодые, безмятежные, сколько мне было, наверное, 24 года, да. Конечно, мы ничего не боялись, первый раз, не то, что интересно, но я вспоминаю инструктаж в 5 утра. Но это другая сторона жизни, да, все равно она тоже, это опыт определенный. Нам сказал человек, который, капитан, который нас инструктировал, говорил, если кого-то убьют без паники, то есть кого-то убьют, так сказать, без паники, так как, нас убьют, мы всю жизнь будем жить, ну, мы же думали так, что, и да, это было 6 незабываемых концертов. Я к чему это говорю, что очень важно, вот я даже, когда вспоминаю, служил 2 года в армии, у нас была комната психологической разгрузки, такая домашняя обстановка, там была шторы домашние, телевизор, диваны, все, почему? Потому что парни воевали, и нервы, это не железные канаты, и, конечно, таких более, ну, людей, которые не справлялись с этой психической историей, им нужно было их посадить в эту обстановку. Поэтому артисты в таких историях, это немаловажный фактор, это очень большая психологическая поддержка. Я вспоминаю, у нас была в репертуаре песня «Дорога в храм», и там у них, в Чечне это было, у парней погиб капитан, пацаны плакали, я помню, мы стояли, здоровые мужики, крепкие такие контрактники, они просто ревели, потому что, ну, это же только сухарь может, так сказать, не почувствовать и не вспомнить, может быть, родные, пенаты, маму, папу и так далее. Поэтому, когда артисты получают хорошие звания, медали, там, я не знаю, вплоть до ветеранов боевых действий, потому что я считаю, что это вполне правильно, что поддержать иногда в самый трудный момент человека песни очень важно. Поэтому, конечно, для этого существуем мы, артисты, которые вселяют вдохновение в сердца людей через музыку, через какую-то важную информацию. Поэтому я всегда считаю, что в песне должны быть правильные стихи, особенно на войне, тем более, потому что поднятие духа – это самое главное. – Юрий, а когда ездили в Донецк, в Луганск, не страшно было? Понимали же, что происходит? – Страшно, конечно. Страшно до, когда ты готовишься к этому. Конечно, не скрою. Ты переживаешь, переживаешь за родителей, что они будут волноваться. А как же? Особенно, когда ты уже взрослый человек, ты уже безмятежность юношеская прошла, и ты понимаешь, что ты уже молод, что не первый раз на войне. Да, конечно. Но когда ты выходишь на эту публику, на эту сцену, и когда она тебе… Я же стараюсь каждому посмотреть в глаза, и мне, в принципе, видно, что происходит в зале, какая реакция. Конечно. – А люди к вам подходили? Вы когда, кстати, были в Донецке, в Луганске? Когда были, в каких годах? Я был в 2017 году, и на Новый год, и на День народного единства. – Вот к вам наверняка подходили люди. Они вам что-то говорили. – Они говорили, они благодарили очень. Ну, во-первых, я говорил все со сцены, потому что я очень такой, как сказать… Вот если говорить о успехе, то мой успех – это искренняя, абсолютно искренняя любовь. Этому меня учила и мой близкий товарищ, моя хорошая подруга, я могу, я счастлив так говорить, Народная артистка России, Ирина Александровна Аллегрова. Я считаю, что это один из главных патриотов сегодня в нашей стране. – Она практически не дает интервью. Вот мы ничего не знаем. Что делает Ирина Александровна? Расскажите нам, пожалуйста. – Во-первых, она каждый день в ситуации, то есть она постоянно переживает, она смотрит все программы Соловьева, я не знаю, делает огромные вложения без всевозможных информаций о том, что она покупает огромное количество тепловизоров, байрактаров и несколько сот берц, обмундирования и так далее. Все это отправляется, я помню, у меня было выступление перед беженцами в Таганроге, и она сказала, я тебе перечислю денежку, купи детям апельсины, мандарин, бананов по ящичку, так скажем, побольше всего, деточкам. Но ни в коем случае не говори, что от меня, я был поражен. Но это такая артистка, которая ей не нужен ни пиар и так далее, она наоборот переживает, чтобы ее не смешали с этим мусором жутким, которым она терпеть не может, я просто знаю. И она настоящий патриот, она искренне переживает за каждого. Мы можем какую-то ситуацию говорить о ней час по телефону. Вот это не на камеру, это я был поражен от того, что она такая большая звезда и вот не заложница своего образа, понимаете? Что она сохранила вот эту порядочность за очень сложную судьбу творческую. Это очень сложно сохранить органику настоящую, понимаете? А многие перед моими взорами курвились, убивались, неважно, уходили, умирали, успевались и так далее. Она очень сильный человек и она предана своему искусству, она все это переживала, она не играла. Вот в чем сила Аллегровой, понимаете? Она людей, она как бы в своем концерте, я же не раз работал у нее в Турии, мы много раз ездили, она меня представляла. Боже, как она меня представляла, это уже многие... А давайте, Юрия, давайте посмотрим. У нас есть небольшой фрагмент, где Ирина Александровна говорит о вас, о группе «Русский характер». Большое удовольствие. Дайте посмотрим. Я уверена, что именно Юрий Кононов очень скоро станет известным миллионом людей. Это особое название твоего коллектива «Русский характер». Это то, что сейчас необходимо. Я уверена, что твой путь будет блистательным. Удивительные вещи, на самом деле, вы рассказываете, потому что мы сейчас видим, что... Шутка такая есть, да, что в шоу-бизнесе тоже прошла спецоперация частичная. О, да. Это заметно многим. Как давно я это ждал. Вы знаете, вы вот спросили, когда вы были в Луганске, в Донецке. Это был 2017 год. Мы с группой «Русский характер», «Департамента культуры города Москвы» поехали, давали концерты. Не один был концерт, их было несколько за один приезд. «Департамент культуры Донецка» нас приглашал уже на бис, потому что, ну, вы спросили у меня в начале программы, как воспринимают патриотику. Она разная, патриотика бывает. Но когда это... Знаете, я не знаю ни одного человека, которому неприятно, когда его любят. И то же самое с публикой. Если ты выходишь, и ты ее любишь, ты не изображаешь, а любишь. Все. Ты становишься могущественным, любимым. Я не знаю, вот это очень важно. Таких артистов, они есть. Ну, почему-то, ну, я думаю, сейчас, может быть, уже и показывают, потому что уже пришло время такое, когда, ну, должны появляться артисты, которые надолго, понимаете, которые будут, ну, воспитывать какую-то идеологию в песнях своих, понимаете, «Чистые пруды, застенчивые ивы» – это подтекст огромной любви к своей стране. Безусловно. Вот что такое патриотик. Ну, я хочу еще сказать одну важную вещь, что патриотика – это всегда высокая поэзия. Абсолютно. Это правда. Вообще музыка и стихи, я считаю, что это слова Бога. Конечно. И многие гении говорят о том, что текст надиктован, да, вы наверняка слышите от авторов. Нет, говорят, музыка и слова. Какие слова? Стихи должны быть в песне, а не слова. Конечно, конечно, конечно. Сегодня в обществе опять-таки два-три лагеря наши «западные» в кавычках «друзья», которые говорят, ну что, в России нет никакой идеи, русские живут безидейно. В Киеве дядька в огороде лебеда сколько лет машинисту. Вот там на Украине есть идея. Какая? Украина – це Европа. Вот она идея. А у русских идей нет. Что вы можете сказать по этому поводу? Вам-то как кажется? Вы с народом общаетесь всё время. Вы-то знаете, что люди говорят, что думают и почему скандируют «Россия» и «Браво», когда слушают песню «Русский характер». Должна быть грамотная идеология сформирована. Нельзя, ещё раз повторяю, человека заставить быть патриотом. Потому что разные слои населения, люди воспитаны совершенно по-разному, но у человека есть совесть. И эта совесть, она имеет свойство болеть. Вот тут артист должен себя проявлять. Должен быть какой-то потрясающий текст, который взбудоражит внутреннее состояние человека. Ведь люди, ещё раз подчеркну, по-разному воспитанные. Ну, если девочка или мальчик там росли в семье, где папа алкоголик, мама наркоманка, и он с детства шатается по детскому дому, о каком патриотизме эту человеку можно постоянно сбегало, плеухи, драки и так далее. Но я знаю сто процентов, что у человека есть совесть, и можно достучаться до любого человека. Ну, нужно знать как. Для этого существует поэт и композитор. И артист должен не ради себя любимого это делать, а вот музыка и стихи должны быть соответствующие. Поэтому я сейчас вот работаю именно над своим большим сольным концертом. Вот что будет, собственно, о том, о чём вы говорили, что мой сольный концерт это будет как семейное пособие для воспитания молодого поколения. Ведь молодые родители тоже не знают. Но это грубо говоря, как сказать, не грубо, но вот я хочу, чтобы на мой концерт пришла молодая семья, и родители скажут, сынок, я хочу, чтобы ты был таким патриотом, как вот в песнях Юрия Кононова. Поэтому это семь основных блоков концерта, где каждый блок будет отвечать за какие-то... Это очень важное... Где? Когда этот концерт? Вот он сейчас формируется. Поэты и композиторы работают на этот счёт. Я такую лёгкую рекламу делаю, но я рекламу делаю не себе, а именно концерту, который очень важен. О чём вы говорите? Идея, идеология. У нас очень хромает в стране идеология. Это было в нашей стране до 90-х годов. К сожалению, мы это всё потеряли в период 90-х годов. А теперь мы будем это всё возрождать заново. Либо рождать что-то новое, смыслы и ценности с учётом нынешнего времени. Конечно. Знаете, Китаец за свою страну, я не знаю, он себя вздыбит. Насколько уважение к своей стране, к своей идеологии, понимаете, это очень важно. Я очень хотел бы, чтобы в нашей стране так же было. Чтобы русский человек не думал о том, как обмануть государство, чтобы заработать лёгкие деньги. А вы сделайте что-то для своего государства. Если каждый что-то сделает для России, это будет очень большой результат, понимаете. Если мы не поверим в себя, то кто поверит в нас? Вот давайте проделать теперь. Да. Не так давно президент России объявил частичную мобилизацию. И мы видим, что началось. Одни готовы идти, хотят. И я знаю примеры ребят из очень приличных семей, которые сказали, что я не буду прятаться, я пойду служить. Я хочу, мама там в шоке, нет. Гордись своим сыном, что тебе остаётся. Другие бегут. И таких тоже очень много. Боятся. Вы служили? Да, два года. А если вам придёт повестка, вы пойдёте? А мне приходила повестка уже. Так. Да, мне пришла повестка, я приехал в военкомат, встал на учёт. Всё. То есть вы готовы? Стрелять умею, слава богу, смогу себя защитить. Понимаете, в чём дело? Я посмотрел на эти свастики жуткие, которые они рисуют у себя на теле. Я как представил, что они будут приходить и выдавливать глаза моей матери или моему отцу. Ну, к примеру, да? Мне стало жутко. Я могу взять и нож, извините, и защитить. Конечно. Как же? Это же семья, это родители, эти близкие. Поэтому я в первую очередь верю своему президенту. Это очень важно. Вы не подумайте, что я причесываю какую-то сторону и так далее. Просто я реально вижу, что человек глубоко высокий профессионал. Слава богу, что в нашей стране появился такой человек, такой президент, который очень дорожит своими голосами. Почему? Потому что до этого были президенты, которые только обещали, а люди верили, верили в светлое будущее, а это будущее не наступало. А как сейчас можно поверить сразу в то, что обещали? Понимаете? Конечно же нет. Люди не дураки. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович ценит каждый голос русского человека, который за него голосовал. Это важно понимать. Невозможно сейчас сразу все искоренить, безусловно. Но я уверен, что он грамотный человек. И он сделает все правильно. Я верю. Но я очень надеюсь на то, что все-таки вам не придется брать в руки оружие, потому что вы и так находитесь на поле боя. А на то она и война. И песня играет далеко не последнее значение. Моральный, психологический дух ребят, которые воюют. И песни для них – это связь с близкими, с самыми родными. Абсолютно вы правы. Это такая тонкая материя, которая незримо связывает их с теми, кто остался дома и кто их ждет. Артисты, которые выступают в горячих точках, они подвергают своей жизни всякий раз опасности и жизни людей, которые пришли на эти концерты. Потому что провокации, может быть, они могут быть. Я вспоминаю свою бабушку, что такое тоже патриотизм – это уважение своих корней, бабушек, дедушек. Я сейчас чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю бабушку и дедушку. Я помню, она рассказывала, что они же все время и на работу, и везде шли с песней. Как это важно. Ведь песня воспитывает человека на самом деле. Я думаю, что сейчас тоже такое должно быть обязательно. Должны появляться какие-то крепкие, правильные, нужные песни, которые будут подохотворять, давать силы. А свою отчизну надо защищать. Потому что очень трудно любить человека, который делает что-то лучше, чем ты. Поэтому у нас появляются враги в нашей стране, конечно. Безусловно, которые завидуют нашим достижениям, величайшим, выдающимся, мастерам и так далее. Поэтому, конечно, мы должны эту идеологию развивать. Уважение, лидерство семьи, лидерство молодежи. Вот что нам необходимо сейчас, чтобы наше будущее поколение искренне верило и любило в свою страну. Искренне, подчеркиваю. Юрий, вы сегодня к нам пришли не с пустыми руками. Друзья, я не рекламирую диск, его купить нельзя. Но не могу не показать. Мы же не шоу-бизнес, поэтому да. Это подарочный диск. Я, Любонька, приготовил его для вас. Называется он по-русски. Юрий Кононов, группа «Русский характер». Подписывайтесь, если уж рекламу делаем уже ко мне в соцсетях. Я лично сам отслеживаю, слежу, общаюсь с людьми, с теми, для кого это немаловажно. Выкладываю я туда нужные посты, правильные, свои песни, свои какие-то достижения, работы. Поэтому мне будет очень приятно. Вот вопрос такой, да. Смотрите, даже те люди, которые настроены патриотично, вокруг все равно их дети, более молодое поколение, значит, там в институте, там в школе сказали. Все равно в социальной сети опять-таки мы видим и другую сторону, которая нам предлагается, навязывается. Так как вы общаетесь с людьми, насколько сейчас вы чувствуете необходимость того, что вот этот патриотизм, он не оголтелый, да, что людей нужно духовно поддержать, что им сейчас нужно правильное слово, что им нужно сказать, вы не одиноки, мы с вами, и мы правильно делаем, мы идем правильной дорогой, мы отстаиваем то, на что мы имеем полное право. Это русский язык, на котором мы говорим, наши ценности, русскую цивилизацию, взгляды, идеалы и убеждения. Ведь наши, понимаете, наши солдаты, которые сегодня воюют, они в том числе защищают и нашу культуру. Конечно. Это анимал, без культуры, ребята, мы никуда. Где молодые Чайковские, где молодые Бетховьи, ну, я имею в виду великие мастера, да, Магомаевы, я не знаю, сегодняшнего времени, они же должны появляться. Молодые Кобзоны, если хотите. Которые, кстати, родом из Донецкого. Конечно. У меня тоже крови по бабушкиной линии все из Запорожья, поэтому во мне много кровей намешано. Дело не в этом. Дело в том, что надо искренне любить, уметь любить. Если, еще раз повторюсь, каждый что-то сделает для страны, вы сначала сделаете, а потом осуждаете. Хотя бы что-то. Это же важно. Задайте сами себе вопрос, а что я сделал для страны? Патриот ли я? Вот и все. Вот нельзя идти на компромисс с самим собой, понимаете. Можно пойти на компромисс с чем-то, но с самим собой, на компромисс с совестью идти невозможно. Вот и все. Великодушность – это все-таки присущая глубина. Вот это присуще русскому очень человеку. Это нужно развивать. Русский характер – это не миф. Русский характер знает весь мир. Русский характер вечно готов биться за правду и за любовь. Вот на этой высокой, пафосной ноте и очень честной, настоящей мы заканчиваем нашу программу. Спасибо, что пригласили. Юрий, спасибо вам большое. Я надеюсь, что благодаря песням, которые вы исполняете, вы воспитаете не один русский характер. Я желаю всем русского характера. В гостях у нас сегодня был солист группы «Русский характер» Юрий Кононов. Обязательно зайдите в интернет, послушайте, узнайте побольше. Я уверена, что вам обязательно понравятся песни и манеры исполнения Юрия, потому что, друзья, действительно слушаешь и мурашки по телу. С песней жить гораздо легче, проще и веселее. До новых встреч и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok